Историческое Анапе определили границы. Документ утвержден Краевым управлением госохраны объектов культурного наследия. На его основании будут приниматься все градостроительные решения. Всего же под охраной государства теперь будет находиться более 65 гектаров земли. В основном в центре города, ведь именно там находятся объекты культурного наследия Анапы. Например, русские ворота, здание сводонапорной башни, турецкая мечеть и православная церковь Святого Ануфрия. Охране подлежит и сетка кварталов, сформированных в конце 18-го, начале 20-го веков, куда входят проспект Революции, улицы Пушкина, Калинина, Кирова, Горького, Черноморская, Ленина и Соборная. Надо сказать, что глава Анапы Юрий Поляков с самого начала придерживался оппозиции сохранения исторической застройки в центре курорта. Именно поэтому еще в июне 17-го года в администрации города начали готовить обоснование так называемого предмета охраны исторического поселения. Эти меры позволят сохранить то немногое, что осталось от исторической части Анапы, установить единый облик, исключить среднеэтажную и высотную застройку. С учетом утвержденного документа уже запланировано внесение изменений в правила землепользования и застройки города.